Всем привет! Сегодня продолжаем работать над нашим RAS-сервисом, который поставляет нам некоторые услуги по статистике. Значит, в текущей сессии я хочу разобрать следующие вещи. Во-первых, я тут, как видите, уже немного с тестами поработал. Так вот, напишем сегодня тесты, но тесты сделаем хом-страничку, описывающую, собственно, какими сервисами у нас может пользоваться юзер. И третье, 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 то, с чего мы начнем, мы опишем линейную регрессию, линейную регрессию. Делается это очень быстро, воспользуемся рабочими формулами, тем более линейная регрессия вот очень тесно связана с корреляцией. Там некоторые вещи переиспользуются. Грубо говоря, одно и то же. Одно и то же мы считаем. Мы считаем одно и то же. Одно и то же. То есть, что я имею в виду? Сейчас покажу. То есть, когда мы считали корреляцию, мы рассчитывали, мы рассчитывали, так. Ну что ж такое-то. Так, надо еще сильнее, что ли, сжать. Так. Мы рассчитывали вот эти вот SX, SY и SX. Это у нас уже посчитано, и вот эти данные нам нужны будут, чтобы посчитать линейную корреляцию. То есть, у нас уже есть функция, которая считает вот эти вот, вот эти S. И нам нужно будет, нам нужно будет их использовать, их использовать, их использовать, чтобы посчитать коэффициенты вот эти A и B, чтобы составить функцию линейной корреляции. Линейной корреляции. Что я имею в виду? То есть, у нас есть набор X, набор Y, и мы пытаемся сквозь них построить линейную функцию. То есть, мы пытаемся построить вот такую функцию Y равно X умножить на A плюс B. То есть, мы будем искать A и B. Использовать будем вот эти. У нас уже формула, в принципе, есть. Кому интересно, более подробно могу следующее примерно сказать. А вот как это выглядит. То есть, смотрите, у нас, например, множество точек, но они же не на одной прямой. И наша задача высчитать эту прямую. Но мы рассмотрим сегодня простой вариант, без всяких там изгибов. А мы будем искать именно линейную. То есть, мы будем линию. Хотя, там можно, по идее, подправить, чтобы мы более точную линию строили. Так вот, основная идея, основная идея, вот здесь картинка отлично есть. Вот, основная идея, что мы ищем такие A и B. Мы ищем такие A и B, то есть, коэффициенты, по сути дела. Такие A и B, при которых сумма квадратов длин, то есть, вот эти вот длинные, да. То есть, вот это наши реальные данные. А мы ищем, грубо говоря, прямую, прямую. Мы строим прямую между ними. Так вот, мы ищем такие A и B, при которых сумма квадратов длин, то есть, вот этих вот длин, она минимальна. То есть, мы строим, по сути дела, между точками, можно сказать, как бы идеальную, ну, прямую, что ли. Еще раз, сумма квадратов длин, которых тут, минимальна. Этот метод называется у нас метод наименьших квадратов. Кому интересно, обращайтесь в интернет, смотрите, читайте. Я сегодня хочу посозрецоточиться немножко на другом, на тестах. Поэтому, а тут между делом, просто решил еще добавить, 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 добавить небольшую, небольшую функциональность. Так, теперь, теперь, теперь насчет формулы. Вот я здесь написал формулу, которой мы будем пользоваться. То есть, у нас уже вот посчитано и вот это значение, и это значение. То есть, вот эти вот значения мы уже, мы уже посчитали. У нас вот даже специальная функция, которая считала корреляция. Она у нас возвращала вот эти, вот эти нам нужные значения. Вот они у нас. Нам остается лишь воспользоваться ими и отдать результат. Отдать результат в виде коэффициентов. Так что, да. Давайте пишем. У нас лист 1, лист 2. Мы пропускаем их вот через нашу функцию. Так, вот мы получили наши, значит, s, s, x, s, y и s, 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 x, y. Теперь, что нам тут нужно? Нам вот это вот не нужно, поэтому сделаем здесь нижнее подчеркивание. Пишем. Пишем а. Что такое у нас а? Это значит, мы берем x, y и делаем на s 2x. Посчитаем. Пишем b. b, b это у нас среднее, среднее по y. За y у нас, напоминаю, отвечает второй лист. То есть, мы пользуемся функцией. Так, здесь у нас сырые данные, сырые данные. Да. Я всегда работаю с сырыми данными. Надо это, надо это как-то исправить. Надо это как-то исправить, чтобы эти функции работали только... Ладно, сейчас не буду заморачиваться, потом надо заморачивать. Надо переписать все эти функции, чтобы они работали сразу с цифрами. А то я так умру. Умру, неправильно я делал. Переписываем. Ладно, пишем. Парс. Парс стринг. У нас здесь поступает. Ой, как все это нехорошо. Ладно. Пусть будет так, как будет. Так. Что я имею в виду нехорошо? Нужно, чтобы вот эти все мои функции, они работали сразу с массивами готовых чисел, а не с сырыми, сырыми, сырыми данными. Значит так. Ладно, пишем. Мне лис второй. И мы у него посчитали, значит, среднее. Теперь мне нужно вычесть парс. И здесь по иксам, значит, лист один. И все это умножить на а. И теперь это возвращаем в виде кортежа А, Б. В виде кортежа А, Б. Так, ладно. И делаем, как обычно, скажем так, функцию, которая будет у нас пользоваться. И мы будем пользоваться именно в этом. REST, LINEAR, LINEAR REGGRESSION, LINEAR REGGRESSION. LINEAR REGGRESSION. Интерфейсные функции, короче говоря. Лист один, лист два. Окей. Значит. Пишем А, Б. И возвращаем, как всегда, мапу, которая... Пишем А, там, LINEAR REGGRESSION. И пишем Y равно X умножить на X умножить на A плюс B. А, давайте еще отдельно вернем. Угу. Так, создали. Создали, создали, создали. Теперь нам нужно идти в наш контроллер, который будет пользоваться данным чудом. Сразу скопирую тут название. Здесь метод у нас будет LINEAR. LINEAR... 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 LINEARREGGR, я назову, который принимает CON. Здесь нужно... Сейчас я это все напишу. Хотя вот здесь параметры, кстати, не нужны, удалю я их. и окей это у нас будет результат и снова возвращаем джейсон возвращаем connection и как мы здесь всегда делали мы возвращаем дату и количество попыток который у нас осталось у пользователя в течение часа сколько раз в течение часа он может воспользоваться нашим сервисом окей все сделали а нет не все нам нужно теперь пойти в контроллер и реализовать собственно вот этот метод врута 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 пишем get stats lin lin rec с контролем и окей вот теперь вроде как все и нужно запускать запускать и запускать и тестировать запускать и тестировать давайте запускать и тестировать а на чем мы будем тестировать это интересно на чем я буду тестировать то ладно давайте сейчас для начала сервер микс под пеших сервер включали под ними проверим вообще что у нас есть так что я тут намудрил опять я двадцать третий намудрил я намудрил я ну вроде как все копипаст в действии вы сами видите я уже на столько раз с этим закупипастился ой 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 linear regression а я не могу обращаться я не могу так обращаться мне нужно название так теперь дальше поехали третья попытка третья попытка компиляция значит так сервер подняли вот наши наши данные давайте посмотрим что они вообще выдадут давайте посмотрим что они выдадут это наш ключ то есть у нас игрек это у меня иксы так что раз два и как у нас метод контроллере вернее путь то у нас какой был путь то какой был путь какой был линрайк если я все правильно сделал то должен быть ответ джейсон вот наш джейсон то есть смотрим у нас а почти два и и вот такая вот у нас линейная регрессия получилась соответствие с этим с этими данными то есть там какой-то график можно нарисовать графически по хорошему нужно делать наглядное представление вот этого дела так сейчас я поищу 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 где нибудь где нибудь где нибудь нормальную нормальный тест с известными данными нашел последовательность но к сожалению эту последовательность последовательность я нашел в книжке книжки 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 в той же и той же серии занимательная статистика она у меня только в бумажном варианте показать ее так не смогу так что придется вам поверить на слово мне что у меня все получилось как получилось и что все получилось правильно что у меня получилась формула вот такая х равно вот согласно вот этим данным вот эти данные книжки отображаются температура 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 дня а эти данные обозначали количество количество проданного чая и здесь была попытка вывести сколько чая сколько стаканов чая холодного чая продастся если будет соответствующая температура то есть тут скажем так попытка найти линейную регрессию так не то вот как видите кстати у меня тут счетчик уменьшается потому что я пользуюсь одним и тем же ключом так здесь конечно можно сделать более красивый вариант что плюс с минусом ладно пока не будем заниматься этим так поставил себе поставил себе чуть более 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 вот расширение железон лайт то уж классический ответ какой-то меня не радует здесь более более красиво что ли чтобы вы ни там не говорили но красота важно наглядность важно особенно то есть сделали вы какой-то ответ так и больше еще нужно как-то представить его нужно как-то донести так что вот теперь теперь что функциональность добавили теперь 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 так у меня контроллер у меня контроллера нет сейчас я сделаю базовую страничку быстро на давайте накрепляем пишем пишем контроллер заправим пишем dev dev module kaiq kaiq web home контроллер контроллер use kaiq в контроллер и здесь у нас будет страничка индекса здесь мы будем описывать что может сделать юзер и как это он может сделать чтобы корректно пользоваться нашими нашим 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 сервисом так что да пишем 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 com com здесь параметры нас не интересуют и мы рендер мы рендерим мы рендерим connection и индекс html теперь бежим создаем здесь значит папку home в ней индекс html так это я сохраняю мне нужен view еще view значит home view dev то модуль kaiq 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 w kaiq w kaiq home view неправильно назвал где у нас тут ренеем ренеем окей x окей теперь что нам нужно добавить нужно как всегда функциональность значит kaiq kaiq здесь у нас view view end так это мы создали теперь идем в наш класс с роутерами и здесь мы пишем get нет не здесь здесь а теперь открываем вот наш pipeline pipeline html pipeline html и здесь мы создадим home так теперь нам нужно идем в а так это мне не нужно идем идем вот сюда и делаем все как по классике добавляем в библиотеку так добавляю библиотеку 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 напишем your your statistic tool давайте так назовем а а а а а кайка центр а а а а а а а а а и на а вот наш вот наш значит а это сделали теперь дальше поехали теперь дальше теперь мне нужно заняться наши странички закрою я все эти тысячи вкладок открою страничку с контроллерами чтоб я мог видеть что что у нас есть и открою страничку с описанием так что пишем например давайте так по-русски будем писать что мы предлагаем предлагая предлагаем пишем корреляция 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 это я пока скопирую пишем возможный ответ возможный ответ возможные ответы что еще нужно как вводить данные давайте что вводить напишем здесь будет описание подсчет корреляции между двумя значит так между двумя между двумя последовательности так что вводить что вводить что вводить лучше лучше напишем так пример пример ввода пример ввода пример ввода так пример ввода давайте отсюда возьмем какая-нибудь api У меня здесь был кор, что ли? Так, я уже забыл, что какие у меня методы существуют. Корреляция надо. Окей. Вот корреляция. Напишем здесь. Возможный ответ. Все это делать, конечно, некрасиво. Надо это как-то все оформить. Интересно, как это убожество сейчас выглядит. Да, совсем все некрасиво. Совсем все некрасиво. Ммм. Значит, пишем используйте. В качестве параметров. В качестве параметров. В качестве query параметров. И тут примеры приведем. И напишем, что x1 соответствует y1. и пишем и так далее. Не нравится мне это пока. Ударю. как использовать? Как использовать? Как использовать? Используйте xx в качестве параметров. в зависимости от того, какую функцию используйте. в зависимости от выбранного выбранного сервиса. Так напишу. Так напишу. Ммм. Так. Необходимо. Да, сразу видно, что я никогда не занимался, как написать нормальную документацию. Необходимо. x. Не. Дима. Необходимо. x. Последовательность. и y. Последовательность. Значит так. Ввод данных. Ввод данных. Необходима x. Последовательность. Например. премьер x и тут еще напишу конкретные конкретное значение давайте пример 1 2 3 4 так пример это будет общее значит так что мы еще можем среднее значение значит так среднее значение их последовательность так что мы еще умеем считать корреляция среднее значение квадратичное отклонение средне квадратичное отклонение так здесь мне нужно ой не здесь AVG а здесь STD так это как мы назовем среднее квадратичное квадратичное отклонение и последнее что есть линейная регрессия линейная регрессия давайте вот отсюда так линейная регрессия подсчет значит значит здесь G вычисляет среднее значение введенной последовательности вычисляет вычисляет пока перепишем так STD STD стандарт deviation стандарт deviation подсчет не подсчет а выводит выводит уравнение уравнение линейной регрессии линейная регрессия так пример ввода это я поставил в начале чтобы сразу было видно это надо будет как-то выделить не знаю как так все все сплошным текстом сейчас это по-хорошему нужно как-то ладно в общем решил я сделать это все не под видео чтобы время не терять здесь здесь ничего особенного так то есть вот что вот что получилось небольшое описание выглядит конечно не очень не очень не очень не очень красиво но для начала сойдет не являюсь я специалистом не знаю как как я это сделать пока все красиво но красиво надо так ладно вот у нас страничка по описанию сервиса здесь по идее надо еще примеры аутпута будет примеры аутпута ладно сервер нам больше не нужен напоследок напоследок что я хотел бы сделать я хотел бы рассказать о юнит тестировании давайте так у нас 40 минут еще минут 15 наверное поговорим о юнит тестировании не хватит на сегодня так поехали открываем папку тест в ней находим она изначально была заполнена я уже долил ладно она изначально была заполнена заполнена папкой кайка веб и там были вот эти вот некоторые дефолтные я их удалил то есть там были контроллеры ченнелы они не нужны я сейчас интеграционным заниматься не буду я буду только 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 юнит тестированием и я буду тестировать вот эти вот функции напишу пару тестов пару тестов чтобы просто показать как это все дело работает как это все дело оформляется значит так что нам нужно нам нужно создать обычно создают в аналогичной аналогичной папке как в папке library в основной папке соответствующие создают эти папки и там соответствующие соответствующие как их называются модули вот к примеру я создал модуль countstats тест который соответствует модулю countstats подключаем здесь мы используем x xunit case и я сразу ставлю стак flag async true что тут еще важно по дефолту здесь используется тестовое окружение то есть когда мы запускаем тесты мы используем конфиг который относится к тестам и там нам нужно будет например прописать базу данных под которую с которой мы реально будем которые мы будем реально тестировать к которым мы будем реально тестировать значит так вот наш файл и я здесь ссылку создал на текущую базу то есть я буду так понятное дело так не делают но я тестирую буду тестируют на той же базе которая у меня есть да и потом у меня собственно нет никаких этих данных базы еще поэтому вы должны по идее здесь настроить коннект к вашей базе которую вы будете тестировать и здесь используется какой-то это адаптер со сэндбокс пока не знаю что это такое значит здесь вероятно организуется как-то пул для тестирования тестируется это еще и все на другом на другом порту но мы пока контроллеры и прочие вещи тестировать не будем мы будем тестировать юнит тестирование значит чтобы у вас тесты запустились так то есть мы используем команду mix test в итоге запустится тесты там значит у вас откомпилируется множество файлов и запустится тесты но чтобы они запустились вам нужно вам нужно настроить вот этот файл файл тестирования то есть вам нужно если у вас база данных у вас будет ошибка поэтому нужно настроить соединение с базой данных после того как вы настроили соединение с базой данных идите создавайте свои свои тестируемые модули так, так что давайте создадим пару, пару пару тестов split, split, split и вот сейчас будем вот это дело использовать это дело то есть я здесь уже написал маленький тест ой, для подсчета среднего числа можно даже вот так сделать то есть давайте допустим посмотрим как это все дело выглядит то есть мы занимаемся юнит-тестированием сейчас будем напишу буквально 2-3 теста все покрывать нет ой так, компиляция вот один тест вот наш один тест и все успешно давайте напишем еще какой-нибудь тест какой функции этот тест и написать linear regression linear regression linear regression вот давайте као простую простую напишем тест пишем названием теста пишем count стандартную девиацию стандартную девиацию используем используем, используем стандартную девиацию стандартную девиацию стандартную отклонение где-то мы в прошлый раз смотрели тестировали пример 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 вот 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 возьмем ой значит так я предлагаю воспользоваться на сей раз другой функцией на проверку сделаем ассертный диапазон поскольку здесь у нас будет большое ой это дробное число точность мы вот такую уже не сможем обеспечить поэтому идем и ищем как это называлось у нас эликсир тест пишем ассерт идем в нашу наш наш модуль ищем наши ассерты 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 и нас интересует функция assert и дельта то есть вели один вельва два и тут есть какая какая то дельта какое то дельта окей давайте это скопируем скопируем и поехали значит так вот наше тестируемое число смотрим там ответ был примерно вот такой должен был получиться пишем его и а здесь дельту давайте сделаем вот такую дельту это мне не нужно и проверим 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 окей прошло здесь еще подпишу в дельту это 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 окей можно еще давайте здесь еще один напишем какой там у нас второй пример был вот этот пример посложнее скопируем значит так ставим ответ у нас вот такой вот должен быть так на сервере все помнят что копипаст зло копипаст зло копипаст зло и здесь мне нужно еще ответить вот на окей и ради интереса давайте еще раз допустим и и и и и и а а а а а а а ошибка 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 да у нас зафейлилась почему-то ого 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 эксперт дифференс и какая-то огромная какая-то огромная какая-то огромная разница какая-то прямо огромная разница получается стандартное отклонение 1266 это кстати очень странно эксперт эксперт дифференс битвин и меньше чем 0,6 а получилось гораздо больше странно не правда ли очень очень-очень-очень странно так 20 и там 18,5 18,5 я использую Если честно, то очень-очень-очень странно Да, я найду ещё один пример Нашёл тут ещё примеры Про стандартные отклонения Забила эти простые примеры И всё окей Значит, на том сайте ошибочка оказывается Вот так вот Ходишь, доверяешь Они, наверное Пропустили какое-то число Ладно Вот, собственно Мы протестировали среднее Протестировали СТДО Что тут ещё можно протестировать Среднее СТДО Линейную регрессию Линейную регрессию И Корреляцию, да? Корреляция Давайте напишем ещё маленький тест для Корреляцион Пишем тест Снова название count-correlation 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 пишем do значит так мы будем будем использовать вот эту вот нашу функцию здесь данные у нас сырые и для сырых данных мы будем вот помните не зря все-таки мы использовали значит так пишем значит list1 это у нас row x y2 это у нас row теперь у нас получается там результат как мы знаем да как мы знаем у нас получается результат 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 вот значит значит такой такой и вот эта вещь теперь 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 что там нужно сделать нам где эта функция ага берем вот теперь сюда и мы будем мы будем мы будем мы будем значит снова использовать assert in delta а а certain delta значит result и и и и и давайте сейчас вот этот текст еще напишем и закончим значит так здесь был по 0 0 9 8 0 0 9 6 8 значит так должно быть 0 9 6 8 и сделаем так вроде как все давайте тестируем 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 и так как вы видите все три теста прошли прошли тесты круто круто прошли все тесты да ура и так что мы протестировали протестировали корреляция среднее число и стандартное отклонение написали вот такие простые тесты по хорошему тестов надо писать большое количество не один как я тут написал просто это надо же подготовить надо где-то найти а хотя давайте я попробую сейчас найти ладно быстро найти пример я не смог так что на этом сегодня закончим что сделали добавили функционал линейную регрессию считаем сделали нам просто описание написание того что наш сервис предоставляет и написали простейшие тесты отлично в следующий раз продолжим продолжим работать над нашим проектом на сегодня все see you next time see you next time спасибо спасибо